Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1090, события дня. Псалом 114, 1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. За 9. А почему за 9? Чай не переставил. Вчера за 10 было, а сегодня 11. За 10 декабря 2018 года. Потом заменить надо. Даже проверить, как и то. Сейчас проверить, почему у меня так получилось. 90 и за 90. Так, вот смотрите, как я делаю. Я должен уйти и зайти вот сюда вот за неделю. События дня и посмотреть. 89. События дня. 9. А почему? А, я его сюда не застал. То есть, оно у меня есть, но я его не снял. Не вставил, выходит. Что-то позвонили, наверное. А теперь я убедился, что все нормально. Оно у меня тут есть, но номер не проставленный. Недоработанное. Ну, ничего. Объявление. Адроботах. Вчера мы выставили это, и кто-то из Германии говорит, у вас какая-то, называется, система работает или нет, я хотел бы помочь вам. Я говорю, нет, по Вестерн-динион можете дать. Вот, смотрите. Тормозните и прочитайте. Все без обмана. Ролики сняты, как хоронят, отпевают. И вот один мне выставил там, а фотографий нету. Что-то там, где-то далекое, не поймешь, что там есть. И в дружбу просится в моем мире. Я им отвечаю, если наяву вам кто-то будет предлагать дружбу по телефону и назначить встречу, и вы пришли, а там или сканер, или зверь некий, или нарисован пейзаж, машина, и никаких данных о том, почему над тобой так насмеялись. А вот в интернете это, можно себе позволить, уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Нет, аватар, ник этим пользуется, фальшивка, лживая. Какой бы он ни был человек, если он этим пользуется, он лжец. Это не он, аватар, аватар, ника. Имя свое напиши, где живешь, там рядом анкета есть. Так что подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже и виртуальные, обратитесь сами на себя. Что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храмы или даже икону щью-то. И кого вы введете к себе? Отнеситесь к дружбе серьезней. Этому человеку я написал. Заходите на наш сайт, показываю форум. Здесь 13 400 наших видеороликов. Наших. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Мы, может быть, будем еще и настоящими друзьями, так полезны друг для друга во Христе Иисусе в деле спасения наших бессмертных душ. Я никак не привыкну, что люди ни имени не показывают, ни откуда, говоришь в пустоту. И почему мне в жизни за 79 лет скитания по земле не пришлось ни разу, ни единой бумажки выпустить без личной подписи и без указания своего точного адреса. Вот на это обратил внимание, Дзержинский даже, что патриарх Тихон ни одной бумажки не выпустил без подписи. Знаю, что за это грозит кара и страшная. Тем более в моем мире, на форуме или сайте, и во всех публикациях. Не в укор говорю, а просто в недоумении. К кому отвечать-то? Мои телефоны на каждом столбе в городе можно было просчитать. Я посчитал, когда речь идет не о двух или трех, а о миллионах. А где распространен бы мой телефон? А в лагере, когда газеты печатали на столбах, вывешивали и в каждой книге. А это только книг одних. А если 38, да и переизнаны были там 7 раз, это уже 45, да еще больше. И 45 умножить на тысячу уже 45 тысяч. Только на книгах 45 тысяч моих телефонов. Бывает, безобразничают, звонят, ругаются, матерятся. Ну, тут не без этого, не в укор говорю, а просто в недоумении. К кому отвечать-то? Вставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость и пользу. И вот этот Леван Аганов мне отвечает сегодня, все понял, полностью с вами согласен. Так и сделай, и сделай. Я его сразу принял в дружбу. Скинул все наши данные, богатейшие, там что у нас здесь есть. Финаева. Россия напрямую управляется Господом Богом. Вот это интересно сидит. Путин, Соловьеву, кажется, он отвечает. Кто-то сказал, он не мог назвать, кто сказал, но сделал с оговорками. Вот так вот Россия напрямую управляется Господом Богом. Это название ролика. По-русски вставьте в Ютубе. Вот это пишет Тор Варт. В дружбу просятся, а как я, кого принимать Тор Варт? Не знаю, пишет она. Он или она. Где можно найти фотографии журнала Баптист людей с бородами? Баптисты не верят, что они когда-то были бородатыми. А я сказал, я был среди баптистов Павлодаре, привез туда журнал, он называется «Баптист», 1910 года. И на обложке, кажется, сидит молодежь. Ну, молодые ребята все, все до одного с бородами, бритого ни одного нету. Я говорю, показываю фотографию. Владимир Ульянов сидит, его друзья там, бабушкин все. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Ульянов, самый старший, 30 лет, все с бородами. Дальше. Отец был инспектор там по этим. Это генеральское звание. И его товарищи все с бородами. Давно ли это было? Что отвечать? Я отвечаю сегодня утром. Пусть хорошо ищут. Баптисты, каких я знал 56 лет тому назад, то есть я где обратился, Евангелие дали. Живя в их доме, проповедуя даже с их кафедр по стране СССР, не будучи ни дня в своей жизни баптистам. Это их центральный журнал примерно 1910 года. Вот тут ошибочка. Видишь, не заметился, а 1910. Но исправить я сейчас не могу. У меня после всех пертурбаций за эти десятилетия много еще потерялось. Были неоднократно тщательнейшие обыски в комнате площадью 12,8 квадратных метров. От структуры комитетных по поиску нужного им, то есть КГБ, в скобках, Комитет гнусных безбожников, такую надпись нашли они в моем тайнике с печатной машинкой «Украина-2». Изымали все подчистую иногда. И был пожар, и кража. Журнал этого «Баптист» нет у меня в наличии. Пусть поищут в своих хранилищах. Если они не верят, что тогда и баптистская молодежь была с бородами, то, значит, были они от обезьян дарвиновских вымыслов. Анатолий Меншиков, новый человек, вынужден не согласиться. Там, где нападают на меня, поносят всячески. Богохульник, псевдо-православный, псевдо... Ну, все, все, что могут. И вот новый человек Анатолий Меншиков. И он говорит, Игнатий Тихонович Лапкин богохульником не является. Иисус отвечал, если я сказал худо, покажи, что худо. А если я хорошо, говорю, что ты бьешь меня, Яна? А если хорошо? Благодарю Бога за таких людей. Для ясности скажу, поскольку и сам не сразу разобрался, что его вера основывается на четырех основаниях. И других верующих он призывает к тому же. Первое. То есть я ответы даю в университетах, по радио, где выступал, в школах, в милиции. И каждый вопрос отвечает с четырех сторон. Святая Библия, что говорит? Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Второе. Учение святых отцов. Поликам Смирский, Ириней Леонский, Василий Великий, Григорий Нейский, Иоанн Златоус и другие. И откуда это известно? Третье. Каноны и правила православной церкви показывают, где мои выступления, я ссылаюсь. Житие святых. Тут уже четвертое. Вот где. Он цитирует жития святых, как говорится, пачками. Насчитал их в свое время на пленку и распространял. Даже составил симфонию на жития святых, показывает. При том, что это не на компьютере было сделано, а вручную. 2002 год. Что говорит об особом рвении и любви к этим трудам. Просто отмечает, что не все в них жития сходятся со Святой Библией. Кое-что из поступков не соответствует, а иное даже противоречит Евангелию. Тому, к чему призывает нас Господь Иисус Христос. Сада, а где это? Ну где, причастие брали, уносили, на могилы клали. В какие ворота затащите? Другое. Афанасий Афонский, когда с комиссией пришли, там монастырь строили, ладиса обрушились, они упали. Все погибли, а он еще долго там стонал, лежал. Так его одежду вымочили, там в ванне или где. И эту кровь его человеческую пили, как причастие вроде, для исцеления. Ну куда это, когда даже звериную кровь нельзя пить? Считайте 15 главу Деяния апостолов. Я и стучал в колокол. Ну я таких ни одно, ни два назову-то. Так, если говорить о монашести, то он за него обеими руками показывает. Только нужно не скрываться за стенами-то и не обременять себя излишними обетами, а как следует подготовиться, идти благовествовать. К чему призывает Господь? А где сказал Господь? Где сказал? Да где сказал? В Евангелии? Сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16, 15. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28, 19. Принадлежит Игнатий Тихвинс Лапкин к русской православной церкви за рубежом, который находится в каноническом общении с русской православной церковью Московского патриархата. Их часто посещает митрополит церкви Московского патриархата. Кто? Ну, Алтайский, Барнаульский, Сергий Иванников, митрополит. Мы все это выставляем. Его дал мне характеристику какую, никакой ереси, нарушений нет у Игнатия Лапкина. Это человек-исповедник. Таких людей не Игнатия уважать надо и по возрасту, по всему. Это его, он ответил, русской народной линии. Их часто посещает митрополит церкви Московского патриархата. Периодически ведутся службы священниками из Московской патриархии. Если вызвало интересное расположенное сердце, можете сами подтвердить или развеять свои сомнения на канале YouTube «Во свете Библии». И также на сайте. Показывает название, все. Я не часто выхожу в ВКонтакте, видимо. Однако случайно наткнулся на такой отзыв об Игнатии Тихоновича, поскольку он является моим духовным отцом. Не знал даже этого. Через него я обратился к Господу и укрепился в вере, то считаясь своим долгом внести ясность. Цель написания – уберечь от скоропостижных выводов и от возможной лжи. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Прислушайтесь внимательно. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц Любодеев и Чародеев, и долгослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. То есть я все это делаю во славу Божию, а не хулят, это прям хула на духа святого может быть. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего ей говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщет руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас свою душу. Иезекииля 33, 8-9. Наталья. Благодаря интернету имеем общение друг с другом. С одного конца земли в другой конец, Наталья, усата эта. Очень понимаю этого собеседника Сергея. Если в Ермании католической я нашла духовных людей, в Ермании, то в Греции я их не нашла. Совершенное неверие. Такое ощущение, что Греция духовно пала во грехах, как тот город в Коринфе и другой, коринфские ночи. И когда мы в Афинах были, меня спросили, ну вот вы проехали, в Салуне тут были, это Фессалоники. И как вы скажете, я говорю, проехали мы в Европу, но нигде таких неверующих не видал, везде. Вот внешне в каждом дворе может быть храм. И все ждут, когда Турция объявит войну, и Россия встрянет в нее, но оговорку делает, а Греция воевать не будет. До вас там 15%, как говорят в Греции это. И вот тогда Россия вернет Константинополь, то есть Стамбул. Бредни все. Скажу, бредни, Нектарий сказал, и там такой-то Митрофаний сказал. Шествие крампусов в Мюнхене. Вот посмотрите, переодеты черти и черти. Даже невозможно сказать, шествие крампусов в Мюнхене. Это вообще... Ну-ка я найду или нет сейчас посмотреть. Сейчас посмотрю. Вот оно где. Посмотрите внимательно. Ну и что можно сказать? Кто это? Это шерстяное висит, рога, хвосты и все дальше. Вот оно. Смеюся. Не понимая, демоны вышли, вырвались из преисподней. То есть это безумие. И вот это спрашивает, а что это такое? Сергей Евтушенко. Языщество смешано с христианством. Как это нам знакомо, Наталья? Если посмотреть сейчас с 9 декабря по 25-е, каждая страна, чему придает предпочтение, одно идолопоклонство и поклонение бесам. Христианского ничего нет. Одно название. И показывает это. В Америке государство только сколько на этих костюмах зарабатывает-то. А новое поколение совсем слепое. Хоть спросили бы самих себя, откуда эти клаусы, эльфы, грифы. Елена. А что к чему? Что за уродцы? И кто такие крампусы Сергея Евтушенко? И дальше вот он еще говорит. Ну это из интернета, конечно, взял он. Молодец. Вот, прочитайте. Когда были в Германии они. Вот. Когда-то были запретные они. Затормозите и прочитайте. Тут много что. Одно название. Антипод Николая Щудотворца. Та же название обходного обряда. С 5 на 6 декабря. Елена. Антипод Щудотворца Николая? Господи, помилуй. А зачем они рядятся в этих чудиков-то? Сергей. Изущество. Елена. И именно на праздник Николая. Странно. Сергей Таевтушенко. Там Санта-Клаус. Давно уже не Николай Щудотворец, Мерликейский. Как у нас Иван Купалов, не Иоанн Креститель. Елена. Дальше вот что они между собой переговариваются. Вот посмотрите, прочитайте. Господи, помилуй. Маляца. Наталья. В моем городе эти магазины с чудищами, страшными костюмами. Просчитайте. Хорошее рассуждение. Все правильно. Молодцы. Это наши люди. Они в Чатиус, как называют это, Содружество. Все названия такие. Вот сегодня я покажу, что. Вот наш. Мой мир. Очень люблю его. Больше не знаю как. Но его уменьшили тут все. Мне главное, что можно сделать для людей, а не то, что взять оттуда. Это очень богатый тоже у нас здесь. 22 тысячи четыреста тринадцать фотографий. Видео 9 тысяч пятьсот пятьдесят две. Я не стал сюда больше переносить. Система меняет. И у нас вот православный форум Игнатия Лапкина. Вот такой есть. Ну, каждый день приходит примерно 200 человек. И наш канал. Вот он я. Тут все есть сегодня выставил. Сколько больше всего. Вот сейчас посмотрю. Несколько уже часов, наверное, прошло. Просмотров нет. Вот обед. Тут посмотрели 12. Василия 41. Там еще таки время. Дальше я... Жития святых никого, ни одного. Это уже 37 минут назад. Златоуста ни одного. Я проповедь говорю, ни одного нет. Ну, вот так вот. И вот проповедь говорит... Златоуста засчитывает брат Севастьян тоже ни одного. И события дня ни одного. Чем люди больше интересуются? Ну, и во свете Библии большой православный библейский сайт. Вот так. Здесь многое можно почерпнуть. Вот особенно вопросы и ответы. Так что, милости просим, заходите. На сегодня у нас это все. Все. , да.